Итак, раз-раз-раз проверка, пожалуй, будем приступать. Мы рассматриваем частный случай, это диаграмма Ганта. И то есть такой маленький кусочек от видео будет рассмотрен на этом семинаре. Мы рассмотрим, как можно ее создать или быстро импортировать из уже готового файла. В качестве примера будем выбирать файл Excel. Что мы знаем про диаграмму Ганта на этот момент? Диаграмма Ганта – это особый вид диаграмм, агенточная диаграмма график Ганта, он же календарный график, это один из вариантов гистограмма, который используется для иллюстрации плана, графика, работ по какому-то проекту. Если я не ошибаюсь, в 1900 году был впервые задействован такой формат Генри Гантом, вот его фамилия пишется с двумя буквами «Т», но по-русски можно использовать как одну букву «Т», так и две буквы «Т». То есть я получала и такие, и такие варианты. Если ориентироваться на данные векопедии, тогда, конечно, две буквы «Т». Но в официальной литературе встречаются оба варианта, так что я не думаю, что этот предмет будет большого спора. Диаграмма Ганта состоит из полос, которые ориентированы по оси времени, и такую диаграмму, конечно, более привычно создавать в программе «Проект», которая для этого специально предназначена, но такая простыня целая проекта не всегда уместно выглядит в формате, ну, в формате, скажем так, укрупненной демонстрации. У людей возникает необходимость продемонстрировать состояние проекта, ну, скажем, в программе «Пауэрпоинт» и показывать ее частично скриншотами или демонстрировать кусочки программы не всегда актуально. Так что сейчас речь идет, не кидайтесь, пожалуйста, в меня тапками о том, что я собираюсь сейчас полноценно заменить в программе «Визио» работу в такой превосходной программе, как «Проект». Нет, вопрос об этом не стоит. Мы скорее собираемся просто давать укрупненную визуализацию. Для того, чтобы вставить в презентацию, для того, чтобы просто выложить куда-то формат в PDF, но не более того, и программа «Визио» дает очень неплохие возможности как по построению, так и по дальнейшему импорту. Вот о чем будет у нас с вами семинар. Я вас приветствую на нашем маленьком семинаре. Меня зовут Инна. Романова Инна Витальевна. Пожалуйста, мне можно просто, Инна, в форме чата вы можете задавать мне вопросы. Еще раз так обмолвлюсь. Вот я вас вижу, я на вас смотрю. Презентация идет или вам ничего не видно? Вот первый вопрос, кстати, Наталья. Презентация, да, по идее, уже должна быть на экране. Ребят, подтвердите, пожалуйста, для Натальи, есть ли у нас с вами сейчас экран или нет, видно вам или не видно. В данном случае демонстрирует моя вот мордашка. Наталья, Марина, Марина говорит, видно. Да, это моя визитка, Ольга, все правильно, все правильно. Так что, Наталья, пожалуйста, настраивайте ваш экран так, чтобы вам было все хорошо заметно. Так, ну, насчет, да, мы с вами здесь ненадолго. Все ваши микрофоны, я думаю, находятся в отключенном состоянии, так что чувствуйте себя совершенно свободно, комфортно. Вот у нас небольшой план. Мы будем пробовать создавать диаграмму Ганта вручную. Вы можете себя комфортно чувствовать на версии программы 2013, 2016 и 2019 версии. Разницы особенно нет никакой. Но если у нас 2010 версия программы, я хочу предупредить тем, кто собирается заниматься, даже вот в ближайшее время, по-моему, такой вопрос ко мне поступал. Можно ли проходить обучение в нашем центре на 2010 версии? Ну, разве что только в индивидуальном порядке. Интерфейсы, возможности программы разительно отмечаются. Что-нибудь от 13 версии. 13, 16, 19, вот, все это подойдет. И если успеем, рассмотрим с вами временную шкалу. Если успеем, рассмотрим с вами также действия в программе Excel. Ну, это как небольшой бонус, я задумываю. Основные действия на семинаре – это как создать диаграмму Ганта вручную, а также как импортировать данные из другого приложения. Ну, а уже после обучения, здесь это предложение по тому, что делается на нашем курсе в полной версии, в полной версии, вы можете посмотреть уже на нашем сайте. На нашем сайте специалист.ру будет указано, когда, какие вопросы будут рассмотрены. Ну, собственно, какой кошмар, это я здесь снова. Требуемая подготовка, небольшая ошибка на нашем сайте, для нашего курса совершенно не требуется английский язык. Я вот только сейчас обнаружил вот такую проблему. Сайт сейчас у нас тестируется, новая версия, поэтому такие ошибки возможны. Пожалуйста, не обращайте внимания вот на это. PowerPoint также знать не обязательно. Вы должны, в общем-то, иметь представление о том, что компьютер, левая, правая клавиша, мыши, монитор, то есть не все, не все, навыков рисования, каких-то особенных, также не требуется. Только понимание интерфейса пакета Office, последних версий программы, начиная от 13-й. Учимся рисовать прямо-таки с нуля. Работа с фигурами, команды повышенной точности, работа с данными фигурой, включая автоматизацию, работа с внешними данными, например, будет рассмотрена, а также все популярные диаграммы, всего 16 академических часов. Ну и ближайшие курсы, которые будут у господина Нечаева, моего коллеги, а также группы открытого обучения. А, это обе группы открытого обучения, если вы почитаете такой формат. Ну и очно мы можем встретиться с вами на корпусе Таганский 28 марта с 10 до 5. Ну что же, реклама, реклама, пожалуй, закончилась. Вот я здесь вижу еще одна проблема у Надежды. Надежда. Ребята, подтвердите, пожалуйста, Надежде, что звук идет. Можно такую просьбу, а то мне Надежда, может быть, не поверит. Звук хороший, да. Звук хороший. Я вот сейчас ответила вам, Надежда, я надеюсь, что у вас эта проблема будет решена. Я не буду прокручивать всю презентацию по данному курсу, она всего лишь описывает нам всю ту же самую информацию, что на сайте специалиста, что такое базовая работа с фигурами и так далее. Очень скоро мы обновимся на 2019 пакет. По нашему курсу есть также прекраснейшая методичка, но только очень прошу вас не обижайтесь, что я вам ее не могу дать. Ну, понимаем, да, что это такое выдается только если мы с вами сотрудничаем. Ну, прям, каждое-каждое действие. Прекрасная методичка, очень подробная, на 150 практически страниц. Ну, вот она вас будет вашей только если вы придете, ребята. Только если вы придете к нам на обучение. Да, не просите, не просите, не рвите мне сердце, пожалуйста, да. Ну что ж, потихонечку приступим, потихонечку приступим. Первая наша задача, вот я сейчас в папочке, в этой нахожусь, семинар-визио. Первая наша задача – это построение диаграммы ГАНТа вручную. Вот такая вот у нас будет задачка. И здесь я открываю ГАНТ-образец. Это файлик в формате PDF, тот вид, к которому мы собираемся сейчас прийти. Ну, что-то вот вроде этого. Конечно, я стараюсь, чтобы писанины у нас было поменьше. Как вы видите, здесь выделяется у нас такое понятие, как суммарная задача. Это суммарная задача, которая включает в себя множество подчиненных задач. Связи между подчиненными задачами здесь идут по принципу конец одной задачи, начало другой задачи, то есть самое популярное отношение. Так, вехи прорисованы с помощью замыкающей задачи завершения маркетингового исследования. Вот она здесь, например, вот пример такой задачи, которая образует веху. И сейчас я буду использовать этот образец для того, чтобы мы сделали, ну, приблизительно то же самое. И сейчас запускаем программу Vizio. Запускаем программу Vizio из меню пуск. Версия Pro в настоящее время мной используется. Какую-то стандартную версию Vizio, конечно, использовать можно, но она все равно остается на этапе чистого рисования. При запуске программы Vizio в рекомендуемых категориях у вас, конечно, будет отображаться диаграмма Ганта. Ну, вот она, собственно, диаграмма Ганта. И начать работу важно именно с шаблона, а иначе нам будут недоступны кое-какие средства управления. Речь идет о вкладке. Программа Vizio очень привязана к тому, с какого именно шаблона вы начнете работу. Если можно открыть совершенно любой комплект фигур, это правда, но именно вкладочки, вкладочки по работе с организационной диаграммой, такая же проблема, не будут открываться в пустом документе. Поэтому я начинаю работу с шаблона. Если здесь в рекомендуемых категориях у нас не отображается ничего, тогда можно зайти в целую категорию. Далее пользуемся с вами такой вот логикой. На что похожа диаграмма Ганта? Куда бы она относилась? Пожалуй, к расписаниям. Пожалуй, к расписаниям. И вот здесь вот я уже нахожу. Так что если в рекомендуемых не отображается, то в категориях вы найдете. Выбираю диаграмму Ганта. Мы не будем пользоваться какими-то вот этими предлагаемыми вариантами. Мы будем формировать новую диаграмму Ганта и нажимаем на кнопочку «Создать». Так. Есть. Сразу же после создания мы видим с вами предложение о том, чтобы нам проект, получается, сразу определить по количеству задач, которые можно, в общем-то, добавить в любое время. А также мы можем с вами здесь определить начало и окончание. Вызвать параметры диаграммы Ганта можно в дальнейшем в любой момент. Так что сейчас без чувства стресса вы можете установить здесь что угодно. Но пусть дата начала, допустим, будет у меня, ну, скажем, пусть будет первого числа. Да, первого числа, дата окончания, пусть будет у меня, ну, допустим, 31 апреля. Если я неправильно здесь ввела, ну, введенное значение, говорит, должно быть датой. Ну, если что-то тебе неправильно, уже 30 числа, может быть, 30 дней у нас в апреле. И окей. И окей. Собственно, фигурки пока сворачиваю, диаграмма Ганта находится перед нами. Так, опс. Секунду, секунду, секунду. Потихонечку увеличиваю. Увеличиваю, увеличиваю. Вот она у нас. Если вы хотите приближать и отдалять от себя визио, вы можете использовать Ctrl-Shift и клик левой клавиши мыши, так вы работаете на приближении, и правой клавиши мыши, так вы работаете на отдалении. При желании отобразить всю поверхность, вы можете использовать также Ctrl-Shift-W на клавиатуре. Это будет равнозначное использование функции «вписать» в правом нижнем углу программы. Ну, собственно, давайте я вас немножко подожду. И могу даже повторить действие, которое выполняла только что. Так, программа визио запускается. Выбрать шаблон. Важно начать работу с шаблоном. Выбрать пустой документ. Стартует. Так, мы остановили с вами дата начала первое число, дата окончания тридцатое число. Ну, я просто взяла знак своей головы и нажать на команду «Ок». Так у нас диаграмма Ганта возникает. И, конечно, мы будем ее дорабатывать. Вписать собственный текст и в любое время можем вернуться в кладочки «Параметры». Так, есть. Итак, кстати, по поводу любого времени. По поводу того, что вот действительно у нас активно диаграмма Ганта, активно вкладочка. Всегда будет отображаться перед нами. И вот та самая команда «Параметры диаграммы», которая отображалась во время первого запуска шаблона, всегда будет находиться здесь. И для того, чтобы сократить наш проект или, наоборот, увеличить наш проект, вы можете заново вызывать параметры диаграммы, вводить все, что вам хочется сюда. Есть также возможность воздействовать на саму диаграмму мышкой. Но это мы еще посмотрим. Мы еще посмотрим. Так. Так, пока все получается. Правильно? Пока все получается. Ничего сложного, в общем-то, пока и не было. Далее мы разберем с вами такие понятия, как внесение. То есть, что требуется дальше. Отмет. Мы должны сюда внести название по суммарной задаче. То есть, какая-то общая задачка будет у нас. Будут подчиненные задачи, будут завершающие задачи. Немножко придется попечатать текстом. Но и, не знаю, как вы, я небольшой поклонник инверсионного дизайна. Собственно, белый фон, черный текст для меня более привычная подача. Ну, в общем, я собираю здесь менять дизайн. Не осуждайте меня за это. Художника может обидеть каждый. Я просто пройду на вкладку конструктор и посмотрю, какой вариант оформления мне больше здесь понравится. Ну, пожалуй, вариант оформления, ну, какой-нибудь, ну, что-нибудь, что-нибудь, что-нибудь. Ой, нет, это совсем, конечно, в духе 2003-го пакета. Ну, оставлю, наверное, такой вариант оформления. На вкладке конструктор, которую стоит понимать, как вкладку дизайна, можете произвести свободный выбор. Также выбрать что-нибудь из вариантов, если хочется. Также можно уже и командой цвета воспользоваться, выбрав или создав даже свои собственные корпоративные цвета. Можно здесь вводить в программе видео. Так, ну что ж, будем потихонечку работать. Будем потихонечку работать. И собираюсь сейчас вводить название. Название задачи. Щелкнув по первой задаче, можно выполнить либо одинарный щелчок мыши, либо двойной щелчок мыши. Я ввожу первое. Маркетинговое исследование. Маркетинговое исследование. И это у меня именно шапочка для тех действий, которые я собираюсь писать ниже. Вы должны внести это общее название наверху. Если оно как бы не включает подчиненных задач, то далее уже указывается следующая задача верхнего уровня. Если же это общее название по отношению к тем действиям, которые вы собираетесь расписать ниже, то ниже, соответственно, будем их расписывать. И на задачу 2 щелкаю, произвожу следующую запись. Анализ рынка. Анализ рынка. Далее перехожу на следующую задачу. Анализ конкурентной среды. Далее пусть, допустим, задача у меня завершается, и я напишу... Ну, давайте еще подготовим презентацию, ради что да. Готовка презентации будет. Ну и завершение. Завершение исследования. Завершение исследования. Далее я собираюсь выявлять те задачи, которые будут являться подчиненными. Используйте для выделения клавишу shift, как вариант, и щелкаем мышкой, разумеется. Так. И затем на вкладочке диаграмма Ганта важно указать, что эти задачи носят подчиненный характер. Для этого мы используем команду понизить уровень. Команда понизить уровень на вкладочке диаграмма Ганта вот так выглядит. Собственно, можно на нее сейчас кликнуть мышкой. Где я? Где я? Где я? Где я? Sorry. Тебе напечатало уже. Что тебе не так? Анализ конкурентной среды. Презентации. Быстро введу. Завершение задачи. Раз, два, три, четыре. Команда понизить уровень. И таким образом у нас с вами образовалась суммарная задача. Суммарная задача располагается наверху. А вот этот сдвиг, который организовала нам команда понизить уровень, такой унизительный сдвиг, он показывает, что это у нас подчиненные задачи. Ну, в общем-то, при формировании списка происходит то же самое. Так. Маркетинговое исследование и далее его подчиненные задачи. Теперь давайте рассмотрим следующее. Так. Следующее действие. Нам потребуется ввести даты. Ввести даты, начало событий. И я хочу вам рассказать про свой опыт работы в первый раз, когда я исследовала, разумеется, самостоятельно. Да, ведь мы же не читаем инструкции, хотим учиться, а хотим все сделать методом тыка. Мы, я говорю сейчас про тех, кто любит изучать программы самостоятельно. Нас таких много. Не хочется учиться, а хочется все сделать методом тыка. Я чуть с ума не сошла, когда пыталась установить вот сюда на суммарную задачу определенный период, да, как бы начало, окончание. Не пытайтесь, пожалуйста, этого сделать. Ввести мы должны даты только к подчиненным задачам. Сюда же у нас все пропишется наверх автоматически. На завершающую задачу мы с вами будем ноль дней ставить, и в результате будет образовываться веха. Ну, давайте попробуем. Итак, я буду обращаться к моей инструкции, к небольшой. Маркетинговые исследования в целом, допустим, будет длиться у меня около 10 дней. Анализ рынка – это первая подчиненная задача. На анализ рынка, например, я хочу заложить 5 дней. Что если я вот сюда пятерочку добавлю непосредственно в длительность? Получится, не получится. Перехожу на следующую задачу, щелкая при этом мышкой, и я смотрю, что действительно все получилось. Анализ рынка у меня пошел. Почему у меня не 5 марта, а 7 марта? Видите ли, здесь устраивает нас суббота, воскресенье, как выходные. Я не стала здесь ничего менять. В параметрах диаграммы, когда мы только-только приступали, у нас был определен формат дни-часы. Часов в день у нас 8. Ну, и субботу, воскресенье у нас будут выходные. Если нам требуется настроить рабочее время каким-то иным способом, есть еще одна команда на вкладочке диаграмма ГАНТО, которая нам позволяет указать, когда конкретно мы стараемся отдыхать. То есть можно это регулировать. То есть это нормально. Это нормально. На анализ конкурентной среды, допустим, я закладываю 3 дня. Троечку. Троечку в длительность. Но, к сожалению, вот начало нам нужно с вами менять самостоятельно. Самостоятельно нужно менять. Увы, я здесь поставлю следующим числом. Вот тогда у меня все хорошо поправится. 3 дня. Есть. Так. Перехожу к подготовке к презентации. Подготовка к презентации у меня будет начинаться 9. Так, нет, не 9. Я с этим по другому графику работаю. Лучше я давайте сюда вот напишу, чтобы не сбиваться. 5 дней, например, у меня идет на подготовку к презентации. 13 числа я начинаю работать. 13 числа начинаю работать. 19 числа я заканчиваю работать. Ну, пусть будет так, например. Пусть будет так. Ну, и следующим числом, завершение задачи, я поставлю 20 число. У меня будет 0 дней идти. Завершающая задача. Завершающая задача в результате превращается в веху. Давайте на это посмотрим. Вот и наша веха. Веха, которая образуется на графике, вот, знаменует собой просто окончание первой суммарной задачи. Так. Ну, все вроде бы хорошо произошло. Так. Сейчас мне нужно добавить еще немножко задачи. Еще немножко задачи. Собираюсь далее разрабатывать прототип. И затем прототип будет завершен. Как мне добавить сюда еще? Еще строчки. Есть один вариант работы через фигуры. Область фигуры появляется сразу в программе Vizio, когда вы запускаете работу с нужного шаблона. Нужный набор фигур у вас уже открыт. Если так получилось, что область фигуры каким-то мистическим образом, например, переместилась, там, закрылась, вот, все, нет ее. Открыть область фигуры вы можете, как вариант, на вкладке вид. На вкладке вид области задачи фигуры. Ну, и традиционно она бывает установлена в левой части экрана Vizio. Ну, как вариант, если хочется. Ее можно держать в свернутом, либо развернутом состоянии. Управлять можно этой областью через крохотный элемент, через стрелочку. И здесь, если мы, опять-таки, начинаем работу с правильного шаблона, уже будут находиться необходимые элементы для построения диаграммы Ганта. В том числе строка. Строка. Методика «хватай-таскай» из набора фигуры. Строку хватаем. И под пятую задачу аккуратненько, аккуратненько целимся, отпускаем. Схватить, потащить, отпустить. И вот уже седьмая задача у меня здесь находится на экране. То есть можно так. Можно так. Еще один вариант того, как вы можете добавить сюда задачи, это на вкладочке диаграммы Ганта обратиться к команде параметры диаграммы. Здесь мы можем установить количество задач в начале. Да, вот. Но сейчас она мне уже этого не дает. Как только начали заполнять, этот способ нас не устраивает. Еще один способ есть интерактивный, но я его тоже, в общем-то, не очень люблю. Это возможность просто влиять на общую рамку. Общая рамка, если щелкнуть аккуратненько по границе, по границе всей диаграммы Ганта, затем направить курсор на один из маркеров, нижний маркер, и просто как бы дернуть этот маркер вниз. Ну, вот такая вот работа. Требует определенного прицела с нашей стороны. Еще раз попробую. Сделать щелчок по границе всей диаграммы Ганта, направить курсор на маркер, который расположен у меня снизу. Собственно, вот сюда вот показываю. Аккуратненько направить на него курсор и дернуть этот курсор вниз. Так у вас диаграмма произвольно увеличивается. Ну, выбирайте себе один из способов. Либо из фигуры строчку переместить, ну, никуда не в небо, да, вот так вот ее бросить. Так не надо работать. Такие вещи можно удалить, клавиши делить на клавиатуре. А именно между имеющимися задачами, либо под задачей куда-нибудь вон туда вот бросить. Так. Итак, печатаю дальше. Печатаю дальше, но так как у меня не урок машинописи, это будет продолжаться не очень долго. Следующая моя задача, которую я назову также задачей суммарной, называется разработка логотипа. Разработка логотипа. Разработка логотипа. И далее описываю, что будет здесь происходить. Это будет техническое задание. Это будет проектирование. Создание опытного образца. Сокращаю, разумеется. И завершение, завершение разработки, завершение этапа, завершение задачи. На этом, пожалуй, остановлюсь. Выделяю с помощью клавиши shift и щелчков мыши задачи подчиненного характера. Командой понизить уровень на вкладочке дяма ганта. Собираюсь действовать на понижение. Получается, понижение у меня произошло. И далее начинаю работать с датами. Следующая задача у меня начинается с 21 числа. Если я таким образом попаду нечаянно на субботу, на воскресенье, то у меня сразу будет следующее число. То есть я могу за это вообще не переживать. 21 число. 21 число. Так, есть. 21 число. И на техническое задание я два дня собираюсь потратить. Так, могу либо дату. Два дня. Два дня собираюсь потратить. Так, а кто-то мне пишет все это время. Так, 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 не вижу. Можно ли создавать с пересекающимися строками? Можно делать параллельные задачи, Ольга. Можно делать задачи с пересекающимися строками, в общем. Ну, параллельные задачи, да, имели в виду? То есть, да, это возможно. Ну, и когда мы с вами уже ссылки протянем, Ольга, это будет заметно на графике с помощью линий. Это возможно. Ну, если я вас только правильно поняла, конечно. Если так. Так, проектирование в 3D. Допустим, тоже пусть будет у меня дня 2-3. Здесь у меня со следующего, с 23 числа начинаю работать. Ну, отлично. Так, создание опытного образца будет 10 дней. Начинаю работать с 28. С 28-го, с 28-го, и будет длиться это 10 дней. 10 дней. Ну, и на завершение задачи, уже следующим числом, нулевая задача у меня будет 0. Так, что образовалась веха. Давайте посмотрю, как у меня это происходит. Так. Что-то здесь у меня не то. Так, 11-е. Сюда. Все, теперь вроде бы, теперь вроде бы правильно. 15 дней, график выровнялся, все на месте. Есть. Ну, и для того, чтобы сократить часть действий, давайте так себе представим, что, ну все, разработка наших задач закончилась. Лишние задачи можно уничтожить, действуя при этом клавишей Delete на клавиатуре. И если я слишком сильно растянула свой проект, ну, вот получается, могу действовать на свой проект либо через параметры диаграммы, дату окончания могу просто здесь подправить на вкладочке диаграмма Ганта, и указать, например, завершающее число 12 апреля. Пробую. Окей. Ну, все, работает. Либо я могу действовать снова через контур диаграммы, увеличивая время, если мне надо, или сокращая время. Но не всегда получается. Так что, если жалуетесь, если говорите, что неудобно, действуйте через команду параметры диаграммы на вкладочке диаграммы Ганта. Можно. Вот такая вот у нас будет картинка. Так. Для завершения работы с диаграммой следует, конечно, установить понятие такое, как ссылки. Ссылки образовать зависимости между задачами. И здесь очень важен порядок выделения, что сначала выделяется одна задача, затем другая задача, через shift, и сначала выделяется та задача, которая выполняется в первую очередь, затем выделяется задача, которая выполняется во вторую очередь. И давайте попробуем. Давайте попробуем. И, Марина, ваш вопрос. Как добавить строчку из фигур? Вот отсюда. Из фигур вы просто строчку хватаете, Марина, и перетаскиваете. Схватить строчку, перетащить и сбросить прямо между, либо под задачи, которую вам надо выполнить. Получилось, Марина? Из области команд фигуры. Из области команд фигуры. Ну, отлично. Отлично. Замечательно. Так. Ну что ж, с коррекцией понятно. И давайте попробуем теперь устанавливать ссылки. Устанавливать ссылки будем действовать так. Для установки зависимости на графике, важный порядок уделения, мы с вами щелкаем по первой подчиненной задаче. Первая подчиненная задача – анализ рынка. Затем, удерживая клавишу Shift на клавиатуре, мы щелкаем по второй задаче, которая называется анализ конкурентной среды. И на вкладке «Диаграмма Ганта» выполняем команду «Ссылка». Если мы выполнили их связь не в том порядке, то есть я сейчас отменяю действие назад и, допустим, делаю наоборот. Сначала одну, потом вторую, снизу вверх действую, нажимаю на команду «Ссылка», то у меня весь проект сдвигается, и это оказывает влияние, получается, не только на визуализацию, но и на даты, которые я оставляла ранее. То есть так не действовать нельзя, порядок имеет значение. Сначала анализ рынка, затем, удерживая клавишу Shift, анализ конкурентной среды. И нажимаю на команду «Ссылка». Ну, если вы хотите разорвать связь, собственно, такая команда тоже имеется. Ну и далее. Далее мне нужно теперь выполнить подобную взаимосвязь с остальными задачами. То есть я продолжаю действовать. Одна задача, Shift, вторая задача, команда «Ссылка», все, работает. Одна задача, вторая задача, перехожу уже к следующей, ссылка, работает. Можно ли выделить сразу несколько задач? Пробуем, пробуем. Одна, вторая, третья, команда «Ссылка», все происходит, только важно соблюдать последовательность. Соблюдаем последовательность, и все будет хорошо. В общем-то, эту уже диаграмму можно при желании экспортировать, выполнить экспорт, если требует, в Project или в Microsoft Excel, хотя более популярная все-таки процедура – это команда импорта данных. Пробуем. Создаю новую страничку. На всякий случай, хотя страница в любом случае создается автоматически при импорте, но не хочу надеяться на эту процедуру, давайте все-таки попробуем. И на следующей страничке, на вкладочке «Диаграмма Ганта», уважаемые слушатели в аудитории, у нас здесь запись семинара происходит, я прошу чуть-чуть потише, пожалуйста, на вкладочке «Диаграмма Ганта» выполняю команду «Импорт данных». Жму. «Импорт данных» и по сведениям в файле. «Импортирую далее». В файл можно взять Project, можно взять Excel, у нас и такая возможность имеется в папочке, которую я вам приложила, есть Project и Excel, но так как все-таки Project может вызвать проблемы, если он не установлен, а Excel чаще всего бывает у всех установлен, все отлично, я буду пользоваться именно файликом Excel. Указываю его из папки «Семинар.визио». «Gant» – так называется файлик, не «Gant» в Excel, а просто «Gant». Указываю, открываю. И будет очень важный момент по сопоставлению задач. Видите ли, название поля в диаграмме Ганта должно быть точно сопоставлено с тем, как называется столбец в файлике Excel или файлике Project. В данном случае наименование задачи он сопоставления не нашел. Нажимаю на команду «Изменить сопоставление», выбираю формат данных столбца «Текст» и название задачи, вот подбираю для него название. То есть наименование задачи я сопоставляю через команду «Изменить сопоставление» с названием задач. Задачи. Проматываю дальше, где есть еще проблемы. Срок. Изменяю сопоставление. Также формат данных текст. Выберите, пожалуйста. Срок я буду сопоставлять со словом «длительность». Так, сопоставление произошло. Более других проблем я здесь не нашла. Название задачи сопоставлено с наименованием. Срок сопоставлен с длительностью. Далее. Далее. Ну и чтобы получилось, наверное, более коротко, давайте попробуем только задачи верхнего уровня и вехи. Готово. То есть задачи верхнего уровня и вехи. Ну, собственно, импорт произошел. Все отлично. Осталось только указать ссылки. Ну, я здесь просто буду выделять задачи попарно. Либо можно попробовать все сразу. Ну, все-таки лучше от одной к другой связи производить. Более надежно. Сдвиги могут быть не запланированы. Поэтому лучше все-таки от одной к другой. Раз. И еще раз. От одной к другой. Два. Ну, вот такой вопрос мне, пожалуй, задавала Ольга. Можно ли две задачи выполнять параллельно? Правильно я поняла, Ольга Антонова, пересекающиеся задачи? Можно, но только ссылку надо делать правильно. То есть от одной задачи к другой задаче, от одной к другой задаче правильно определяя последовательность. В данном случае получается так. Две задачи выполняются параллельно. В порядке. Ну, и в качестве бонуса, ребята, как обещала, я хотела бы вам продемонстрировать еще маленькое действие. Буквально пять минуточек, как вы можете диаграмму построить в Excel. Файл Gantt в Excel, который находится у вас в папке. Открываю. Такую работу у нас проводят на уровне 3. Excel, Excel третий уровень, диаграммы на нем разбираются. Выделять сразу всю табличку категорически нельзя, поскольку у Excel даже последняя версия программы, диаграмму Gantt, не содержит. Это не та программа, в которой можно делать диаграмму Gantt полноценную. Но здесь можно пойти на уловку. Я выделяю только первых два столбца и создаю гистограмму. Гистограмму с накоплением. На вкладке «Вставка» команда гистограмма открывается. Там раздел «Линейчатая» и вот «Линейчатая» с накоплением. Затем столбец «Длительность» выделяю, Ctrl-C копирую. Щелкну по диаграмме, Ctrl-V вставляю. Столбец «Длительность» добавляется уже позже. Ну и после небольшой настроечки, а именно у меня данные должны здесь кое-какие обесцветиться. Вот эти синие я просто убираю заливку. Требуются также небольшие манипуляции с форматом оси. Формат оси требует обратный порядок категорий. Что-то уже начинает вырисовываться. А ось наверху требует у меня подправить, когда мне нужно минимум начинать, максимум заканчивать. Так, например, я захочу, чтобы у меня минимум был начало 10.05.2013, максимум был 29, ну пусть будет 30. 30.08.2013. Формат числовой образуется автоматически. То уже будет красиво. Деление пусть будет у меня по 7. Ну, понедельный. Ну, а к тому же можно не отображать мне год, например, оставить только... Здесь я перешла в группу команд число. Оставить мне какой-нибудь сокращенный формат. Вот так вот, например. Ну, здесь можно настраивать сколько угодно. Здесь есть также возможность еще и поворачивать их. Поворачивать подписи данных, менять им направление, если угодно. И даже в дальнейшем можно манипулировать размером. Ну, скажем, вот так. Вот. Что-то вроде этого. То есть есть возможности построения и в программе Excel тоже. Но, правда, сама программа не предоставляет эти возможности показать нам ссылки. Нет такого вида. Ну, иногда называют этот процесс танцы с бубнами. Но все-таки можно. Все-таки можно. Этому учатся у нас на курсе Excel уровень 3. Анализ и визуализация данных. Был еще план такой, как продемонстрировать вам, уважаемые слушатели, временную шкалу. Думала, покажу еще, как делается вот такая вот вещь. Но как-то слишком быстро прошло у нас время. Время нашего семинара близится к концу. Пробуйте, пожалуйста, изготовить диаграмму Ганта по образцу, который находится у вас в папочке. Всем большое-большое-пребольшое спасибо за внимание. А папку, которую я вам выслала, я еще раз торжественно бросаю в чат. Держите, пожалуйста. Вот Наталья у меня как раз ее спрашивала. Большое спасибо за внимание.